Самый благородный труд. В преддверии Дня Учителя в области ЖИЦУ проводятся конкурсы среди педагогов. На этот раз в Толкругане подведены итоги творческого соревнования «Лучший учитель ЖИЦУ». В нем принимали участие 15 педагогов из разных регионов области. Кто удостоился звания образцового преподавателя, узнавала наша съемочная группа. Труд учителя поистине бесценен. И только спустя многие годы мы понимаем это и благодарим наших наставников, которые когда-то направляли и поддерживали нас. Однако сами педагоги не ждут слов признательности. Они готовы каждый день делиться с детьми знаниями и своим душевным теплом. Именно такими принципами руководствуется преподаватель с 20-летним стажем Динара Дейрбекова. Воспитываясь в семье педагогов, с раннего возраста она мечтала стать учителем, чтобы открывать детям мир знаний. В этом году исполняется 21 год моей педагогической деятельности. Я живу и работаю в Куксусском районе. Как преподаватель истории я уже не первый раз принимаю участие в конкурсе учителей. Вот и сегодня я продемонстрировала свою работу, показав, как проходят уроки в новом формате. Думаю, что сумела достойно выступить и защитить честь своей школы и района в целом. Традиционный конкурс на лучшего учителя области включает в себя несколько этапов. Это проведение открытого урока, а также презентация собственных методик преподавания. Несомненной пользой проведения творческого состязания является обмен опытом и повышение профессиональных навыков педагогов региона. При поддержке Акима области в преддверии дня учителя мы проводим ежегодный конкурс «Лучший учитель ЖТСУ». Преподаватели представили свои авторские разработки, продемонстрировали, как проводятся классные часы. Традиционно в этом конкурсе принимают участие лучшие учителя региона. Это мероприятие направлено на развитие творческого потенциала педагогов, на то, чтобы устранить разницу между городскими и сельскими школами. По итогам конкурса первое место и звание «Лучший учитель ЖТСУ» завоевал Маулет Киса, преподаватель специализированного лицея номер 24. Второго места удостоилась педагог 20-го лицея Джамиля Гладченко. А третьего – Рауан Жанарбеков, педагог специализированной школы-интерната для одаренных детей «Блеминновация». Также были определены победители по нескольким номинациям. Все призеры конкурса награждены благодарственными письмами.